добрый день дорогие мои друзья и снова посидим с вами и повяжем сегодня я хочу показать вам как можно самим конструировать придумывать свои узоры из нескольких узоров делать один красивый для своего изделия мы с вами уже научились делать несколько резиночек я покажу вам примерчик на вот основе такой красивой американской резинки и вот такого интересного ажурного узора каждый по-своему узор интересен оригинален но я решила соединить их вместе чтобы получилось очень такое красивое оформление либо низа легкого изделия либо какой-то кофточки либо юбочки мы с внучкой начали делать ей очень красивую оригинальную вот такую юбочку и в этой юбочке внизу я решила сделать вот такое оформление красивое ажурное при помощи нашего уже изученного узора ажурного и при помощи одной полосочки вот из такой нашей американской резинки оказывается ажур и резинки можно соединить и будут выглядеть они довольно таки неплохо поэтому очень часто я не ищу узоры в интернете а беру вот такие свои образцы и из них начинаю придумывать какие-то уже узоры вот и вам сейчас покажу на примере вот моего такого листочка на наш ажурный узор на наш вот такой ажурный голубой узор нам нужно с вами вы знаете пять петелек дальше на такую косичку американскую нам нужны две петельки на которой мы будем в лицевой ряд провязывать лицевыми а в изнаночном набрасывать наш накид и так чтобы составить узор мы с вами начинаем уже подбирать мы берем пять петелек нашей вот такой красивой ажурной вязки между ними должно быть какое-то расстояние обычное расстояние где-то в две петельки очень оригинально смотрится две петельки берем с каждого края 1 и 2 и затем делаем вот такую американскую косичку шаг нашего узора мы выбираем вот он 11 петель первую мы всегда снимаем и потом последнюю мы провязываем изнаночный перед последней петелькой я решила провязать потом еще две изнаночные чтобы наш узор смотрелся красивее и так для нашего узора нам с вами понадобится но возьмем допустим два вот таких шага два шага это у нас будут 11 умножить на 22 петельки плюс две петельки крайние это будет 24 и плюс 2 вот эти разделительные до края 26 петель и так на спицы мы с вами набираем 26 петель и так мы приступаем к нашей работе я набрала как и положено 26 петелек и наборный ряд то есть изнаночный ряд я провязываю изнаночными петельками до конца ряда каждую петельку набранную провязываем изнаночной затем начинаем вязать первый лицевой ряд первую петельку мы снимаем и по рисунку нам нужно связать две изнаночные разделительные петельки затем мы набираем 5 для нашего ажурного узора 1 2 3 4 и 5 разделяем 2 изнаночные петельки разделяем еще 2 изнаночные 2 лицевые для нашей вот этой английской косички еще раз разделяем 2 изнаночные и снова наш узорчик из 5 лицевых 1 2 3 4 5 отделяем 2 изнаночные 2 на американскую косичку и 2 еще раз отделить от края все первый ряд нас провязан и дальше все следующие изнаночные ряды мы вяжем по рисунку но в то же время мы должны с вами не забывать вот про эти американские кусочки то есть про эти накиды 2 лицевых мы провязываем по рисунку и теперь как мы вязали в американской резинке 1 накид 2 лицевые и этот накид мы снимаем вот так и складываем на две наши петельки и дальше 2 изнаночные дальше идем вернее 2 лицевые дальше идем по рисунку по рисунку и здесь опять делаем накид для английской вот этой косички вот мы снова дошли до этих двух наших петелек опять делаем макид провязываем одну лицевую провязываем вторую и этот накид аккуратненько складываем вот так на наши две провязанные лицевые петельки вот так складываем его и дальше уже идем до конца ряда по рисунку и переходим уже дальше к следующему нашему лицевому ряду провязали крайнюю изнаночной идем к следующему ряду следующий у нас уже третий ряд мы снимаем петельку делаем 2 изнаночные накид и 2 вместе наклоненные идут у нас влево и дальше все идем по нашему рисунку и так 2 изнаночные и начинаем наши наклоны делаем накид 2 петельки лицевые провязываем вот так через серединку вместе вот так дальше идем 1 2 3 лицевые 2 изнаночные опять же 2 лицевые 2 разделительные изнаночные накид 2 петельки вместе и 3 лицевой опять же 2 изнаночные 2 лицевые петельки и еще раз 2 изнаночные и кромочная наша петелька переворачиваем вяжем по рисунку пятый ряд снимаем 2 разделительные 1 провязываем лицевой накид 2 вместе и пошли дальше рисунок очень простой дальше вы уже не будете и в схему заглядывать и так там где был накид провязываем лицевой делаем накид следующие 2 петельки берем вместе влево смотрите чтобы у вас получалось вот такая красивая ровная косичка чтобы петли не перекрещивались дальше 2 изнаночные разделительные 2 лицевые от резиночки 2 изнаночные опять накид провязываем лицевой здесь уже накид и здесь двигаем еще 2 принципе схема очень очень простая мы будем сдвигать и сдвигать петельки пока у нас лицевые не закончатся и дальше уже будем повторять рисунок с первого ряда все легко и просто изнаночный по рисунку и делаем американские переплетения седьмой ряд лицевая снимается разделительные петельки провязываются дальше у нас уже идут 2 лицевые опять накид 2 вместе и дальше у нас останется еще на 9 ряд вот здесь соединить и в принципе уже наш образец будет готов и так еще раз смотрим где делать накид эту петельку провязываем лицевой это уже провязано лицевой значит лицевая накид 2 вместе и еще одна осталась лицевая 2 изнаночные 2 лицевые для нашего жгутика 2 изнаночные и кромочные и опять по рисунку с накидами и остался 9 ряд нашего рисуночка и так 2 изнаночные как всегда разделительные они просто отделяют рисуночек дальше поехали лицевыми 1 2 я это тоже лицевая 1 накид 2 вместе все наш вот такого треугольничек мы в принципе сделали значит образец наш готов его теперь нужно повторять с первого ряда еще раз смотрим там где лицевые мы провязываем не боясь лицевыми 3 лицевые накид 2 вместе 2 изнаночные 2 лицевые для жгутика и 2 изнаночные и не бойтесь экспериментировать ажурный узор всегда очень красиво смотрится в сочетании с более плотными узорами с какими-то жгутиками переплетенными перекрещенными петельками косичками очень очень красиво смотрится и так с изнаночной стороны не забываем провязывать вот этот наш жгутик а дальше уже все по рисуночку накиды как всегда провязываем по рисунку тоже то есть изнаночными петельками разделяем и опять делаем вот этот американский жгутик и перебросили и как вы видите мы сами уже не ища в интернете создали себе интересный такой узор который можно в принципе вязать и резиночки низ и легких кофточек можно вязать низ юбочек и других изделий и так я вам показываю что у нас получилось вот это у нас получился один кусочек нашего образца если мы его будем продолжать дальше и дальше и дальше то у нас получится вот такая интересная дорожечка вот такой интересный край у кофточки либо детской юбочки это у меня детская юбочка которую мы вяжем с миланой и на следующем уроке я вам покажу как я сделала съемку для этой юбочки для девочки 4 с половиной годиков и как я рассчитала петли и покажу как это вяжется ну а на этом на сегодня в принципе и все посидите по тренируйтесь можете набрать еще больше образец и связать его еще больше пробуйте выдумывайте и у вас тоже все будет получаться ну пока пока на этом и Субтитры подогнал «Симон»